Привет, меня зовут Василий Фладко, я директор Института Звукового Дизайна и студии Sound Designer Pro. Звуковой дизайн – это очень весело. Это, например, когда что-нибудь разрушается, взрывается, а может быть даже издает страшные или наоборот смешные звуки – это саунд дизайн. А саунд дизайн еще – это такая любопытная штука, когда можно экспериментировать со всем, чем можно в окружающем мире. Можно пошлипать руками по воде. Можно записать голос какого-нибудь человека и превратить его в голос какого-нибудь пришельца, монстра, инопланетяйна или… да все что угодно. А саунд дизайн – это о технике и о творчестве. Это придумать разные необычные штуковины и воплощать их в жизнь. Но учиться саунд дизайном достаточно просто. Можно прийти к нам из Звукового Дизайна и получить профессию за целый год. Школьники – может быть даже немножко рановато. Хотя у нас учатся ребята с 16 лет. Для этого, правда, требуется согласие родителей. Научиться этому можно достаточно просто, если вы просто послушаете мир вокруг вас. Потому что есть атмосферы, есть децэффекты, есть синхронные шумы, есть как минимум речь. Если вы научитесь разделять эти слои на части у себя в голове, то вы откроете для себя удивительный мир саунд дизайна. А для этого можно поставить мои лекции в онлайне. Можно ввести, наверное, в Яндексе Василий Калатов и там все. Какие нужно изучать программы? Вы можете изучить программу Reaper, A Vocal Live, хотя она больше для живых выступлений. Можете изучить программу Cubase, Logic. Вообще любая программа, которая позволяет манипулировать каким-то образом со звуком и редактировать звук, вам может быть полезным. Вы можете взять любой абсолютно микрофон, в том числе даже тот, который встроен в телефон, если это неплохой микрофон, конечно, и неплохой телефон. И попробовать послушать, что же получилось. И вы откроете для себя удивительный мир. Потому что даже, например, шипение сковородки может звучать совершенно иначе, если вы ближе держите микрофон или чуть дальше. Скрип двери может превратиться в рокот-двигатель космического корабля. Все это благодаря тому, что саунд-дизайнер использует частный микрофон, для того, чтобы получить какую-то интересную фактуру. И, например, если вы слышите звук гластера, это самый вызнаваемый звук «псюх». Это удар маленькой палочки по... Почему же? Как же это называется эта штука? Это удар маленькой палочки по спирали. Металлической спирали. Попробуйте, конечно, не дома, если у вас такая штука есть. Молодым ребятам я хочу посоветовать следовать своему сердцу. Если вам нравятся звуки вокруг вас, если вам интересно, как звучит этот мир, то, наверное, стоит попробовать себя в профессии саунд-дизайном. Как минимум для того, чтобы узнать, что это за профессия. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok